Радио 54 Красивый. Есть история какая-то связанная с ним? Именно с этим? Именно с этим инструментом? Он просто, у него 585-я проба. Ну, конечно, он красивый. Александр, а где ваша арфа? Я с ней еще не познакомился. Она меня ждет. Это каждый раз. Я же ветреный музыкант, прям как пианист. Каждый раз приезжаю, новый инструмент, новые условия. А маленькой нету такой трин-дринь? Трин-дринь нету, но можно. Можно и маленькая. Я могу и так просто выйти на сцену. Такой трин-дринь. Карманный вариант что-то какой-то. Нет, есть электронная арфа, на которой я достаточно часто играю, но это абсолютно другой жанр, хотя мы играли с Вероникой, когда я с ней познакомился. На самом деле саксофон для меня всегда ассоциировался с чернокожими афроамериканцами. Ну, с детства самого... Вау! Жалко, жалко, у нас эта самая картинка не передается. Мне эти глаза очень понравились. Они меня только настолько впечатлили, что в 10 лет я написал цикл произведений, которые назывались «Путешествие одинокого негра». И с этими произведениями я поехал на свою первую поездку в Америку. Когда они увидели в программе «Путешествие одинокого негра», они сказали, что вы с ума сошли. Как вы из-за того, что давайте тут будет кто-нибудь другой. В итоге он превратился в одинокого дирижера, и так до сих пор «Путешествие». «Путешествие». Импровизация или классика, нет? Нет-нет-нет, это будет не классика. Это хорошее слово, классика, да? Это классика. Ну, в принципе, да, в какой-то степени классика. Уже классика, да. Хорошо. 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 После приезда в Москву я искал интересные какие-то новые звучания, новые формы. И когда мы встретились с Вероникой, мы очень быстро друг друга поняли, потому что кроме очень глубокого понимания классики, она еще разусторонний музыкант, то есть она может импровизировать, она может играть, как называется, это легкая форма, то есть то, что тот же самый Майкл Джексон. Может быть не до такого, но на этом мы сошлись, и было очень-очень классно работать вместе. Мы вместе решили, что это в первую очередь эксклюзив, это что-то уникальное, возможно, даже я могу допустить, что где-то в мире играет арфа и саксофон, но вот именно в комбинации... Ну, видимо, очень мало, потому что мне достаточно много пишет французов, также испанцев и немцев, например, которые думают, что у нас есть уже специальные ноты для арфы, и они очень просят... Так, покажите как это. Да, покажите, а вот мы у вас смотрели там ролики на Ютьюбе, нам так нравится, и так далее, и так далее. И они каждый раз удивляются, когда я говорю, что, в общем-то, все очень... Ну, мы все это сами сделали, ничего мы не издаем, там специально ноты не пишем. Зачастую, что мне еще очень нравится в Александре, с ним именно в сотрудничестве, очень много такого есть понятия, ну, мне дает понятие такого кислорода, потому как такое поле для импровизации. И это очень важно. Но то, что мы не издаем, на самом деле, это показывает нас, как плохих бизнесменов. Про это и про ноты? Да, про ноты. И, так вот, мы играли, значит, в Москве, отыграли концерт, это костел большой, огромный, публика все смотрит, значит, на распятие, мы играем наверху, то есть, получается, в спину людям, нас никто толком не видит, а мы где-то под куполом, а с моим ростом метр пятьдесяток вообще, понимаете, то есть, как сликсофон. Ну, ровно, да, так. И, значит, заканчивается концерт. И дело в том, что я уже опаздывала на самолет, потому что надо было срочно вылетать мне уже на концерт в Париж. И, значит, куча толпа, и все хотят, ну, там, в общем, какие-то автографы, что-то расписаться, что-то там сказать. И вот, значит, мне представили несколько человек, для того, что меня провели, просто такую, сделать дорожку, провели меня, значит, к машине быстрее, значит, чтобы в аэропорт успеть. И, значит, да, значит, спускаемся, спускаемся, и тут бабушки стоят, и я слышу просто, ну, там, значит, говорят, вот, мы войну выиграли, а мы не можем к ней подойти, нормальный автограф. Ну, в общем, я быстро им расписываюсь, я это услышала, становилась, быстро расписалась, и отдала им, значит, и одна другу говорит, я же тебе сказала, что это играл мальчик. Видишь, написано, Кожухаров. Это мальчик, девочки, не играет на секса. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.